Вот помню в Брянске, вышел во двор, нашел кота, вот тебе и догонялки, и футбол, и дартс. Интересно, там много? Владислав, не смей трогать этот кошелек. Он чей? Его надо вернуть. Папа, ну это же... Никаких «но». Ты что, хочешь стать нечестным человеком? Не слушай ты это чудо в перьях. Давай, 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 взрывай кошелек, что там? Пусто. Только карточка. И то ее, наверное, уже заблокировали. Правильно. Потому что бесплатно в этой жизни ничего не бывает. Кошелек надо вернуть. За вознаграждение. Да кого ты слушаешь, а? Они у меня на шее сидят. Вон уже к твоей подбираются в вафельнике. Вырядились как клоуны. У нас в Брянском тюзе и то костюмы лучше были. А ну валите отсюда. Валите, я сказал. Дед, а почему ты такой обычный? Да потому что я для тебя, Владик, важнее черта и ангела. Короче, слушай, сын мой. Ну, в смысле, внук мой. Главное, при любом раскладе. Это веселуха. Так что, сунь в этот кошелек. Дед, а ты думаешь, это будет смешно? Конечно, конечно. Представляешь, кто-нибудь найдет кошелек, откроет, а там вместо денег собачья кокуля. Ладно, мне пора. Жертва идет. Попов Индокентий Федорович. Начальник управления утилизации отходов. Дед, рыться в чужом кошельке нехорошо. Верну его хозяину. Телефон тут есть. Ну, что ты стоишь? Догони и расскажи папе. То есть мне. Угу. Догони, расскажи и приготовься убегать.